Ну а перед тем, как я начну этот ролик, пожалуйста, поставь лайк этому видео, напиши любой комментарий, какой считаешь нужным, подпишись на канал, кликни колокольчик, ну и естественно, ребят, в этом году я хочу получить серебряную кнопку, и я ее, сука, получу, а теперь точно начинаем! Всем здорова, ребят, с вами Леха, я интернет-художник, и под роликом, где я кастомил эти AirPods вы набрали вот столько лайков, а я там сказал, что если вы наберете много лайков под этими AirPods, я испорчил вот эти. Ну че ж, погнали! Я учел ошибки, которые я допустил в прошлом кастоме, а именно то, что я не грунтовал AirPods. Сегодня я приобрел красочку, чтобы сделать это все действительно качественно и клево, и также я не хочу использовать обычный акрил в тюбиках, потому что вы сами видите, как это получилось! Результат не то, что я хотел, поэтому сегодня мы будем использовать очень крутую штуку, а именно коробочку из фикс-прайса. Ладно, шучу, тут из фикс-прайса только коробочка. Остальное это прекрасные, обожаемые мной маркеры Posca, это просто прекрасная вещь для кастома всяких таких штук. А теперь погнали портить бабки. Хм, ну что же изобразить на этих прекрасных AirPods? Я знаю, так как основная аудитория моего YouTube-канала это мои подписчики из TikTok, они знают, что недавно я делал общий проект со своими подписчиками. Ай, этот прекрасный хвост по Наруто с глазами ваших любимых персонажей. И именно поэтому на этих AirPods'ах сегодня я хочу сделать две вещи. С одной стороны будет чей-либо шеренган, а с другой стороны будет чей-нибудь ренеган. Теперь точно, погнали портить бабки. А для начала нам нужно зашкурить наши наушники, чтобы снять с них заводской лак. Чтобы они стали матовыми, классными и на них хорошо ложилась краска, а не как в прошлый раз. После того, как мы зашкурили наши наушники, нужно взять красочку и прогрунтовать минимум в один слой. Желательно белую, можно в принципе и юзать и цветную, как кому удобно. Ну а теперь начинается, наверное, просто самый мой любимый процесс, а именно процесс скетчинга. Как я уже и говорил, на наших наушниках с двух сторон будут разные глаза. На одной стороне шеренган, на другой ренеган. И тема, которую я хотел бы затронуть сегодня, это возможность заработка на своих работах, если ты художник. Будь то диджитал или традишка, без разницы. Основной пласт моей аудитории знает, что моя основная работа – это именно художник. То есть я рисую холсты, я рисую всякие штуки и продаю это людям. А мне кажется, что самое главное в этой работе – это начальная стартовая аудитория. Первые люди, которые подписаны на ваши паблики в ВК или любые другие соцсети, куда вы публикуете ваши работы. Потому что чаще всего это основные, потенциальные покупатели на все то, что вы производите. У меня же основной площадкой, где я продаю свои работы, являются Инстаграм и мой ТикТок. Ибо за полгода ведения ТикТок-аккаунта, связанного как раз таки с моим рисованием и моими работами, я продал более ста холстов. И в принципе у меня есть какой-то доопыт в этом всем деле. Если вы только начинаете и у вас недостаточно большая аудитория, не ломите ценник. Ориентируйтесь на тот регион, в котором вы проживаете. То есть на средние зарплаты, ну и просто на количество денег, которые готовы люди тратить на творчество. Также я бы не советовал рисовать в минус. Вот прям вообще никак. Потому что, ребят, то, что вы тратите на материалы, это денежки не маленькие. Поэтому просто ставьте ценник чуть-чуть больше затрат, которые вы потратите на данную работу. А цена, в принципе, начальной этой работы рассчитывается как раз таки из материалов, которые вы покупаете. Допустим, те же маркера, холсты и прочее. Вы просто это складываете, получаете цену и добавляете рублей, ну буквально там 500, 400, 300, немного, короче. Ну а дальше вам остается всего лишь набирать аудиторию. То есть улучшать качество своих работ, придумать какие-то интересные идеи, интересную подачу этих самых работ. Ну просто интересное исполнение. В дальнейшем, когда ваша аудитория начинает расти, вы можете прибавлять немного в ценнике. Но все равно не завышайте. Потому что можете остаться просто без заказов, а будете сидеть и думать, как я раньше. Блин, а что мне делать? Никто ничего не заказывает? Я что? А что я не так делаю? Просто потихоньку поднимайте цену. Также я бы посоветовал вам придумать какую-то фишку, которая будет цеплять людей и вы будете становиться более узнаваемым в арт-сообществе. То есть как у меня, допустим, точки белые и черные. Именно по этим признакам чаще всего узнают мои работы и людей, которые пытаются воровать мои работы и выставлять их за свои, либо же рисовать что-то подобное. Люди просто начинают отмечать меня, потому что они видят характерную фишку меня и моего стиля. Поначалу я бы не советовал делать ваше творчество именно полноценно вашей работой. Вы просто занимаетесь этим, как будто это ваше хобби, которое приносит вам небольшую копеечку. Но в дальнейшем вы развиваетесь, вы растете, ваши соцсети растут, естественно, количество заказов, ваша узнаваемость и прочее растет. После этого вы уже, в принципе, можете это переносить в вашу полноценную и постоянную работу, так сказать. Допустим, на моем примере я могу в месяц зарабатывать, ну, 60, может быть, 80 тысяч рублей исключительно на одних картинах. Просто потому, что я этим занимаюсь постоянно. И это уже является моей основной работой. Ребят, но вы не думайте, что если вы начнете рисовать, вы сразу станете миллионером и прочее. Это может прогореть. У вас действительно может ничего не получиться. И я, наверное, считаю больше всего, что мне просто повезло. То, что меня быстро заметили, и я начал как-то развиваться и, в принципе, выходить на какой-то рынок. А еще я очень сильно завидую людям, которые работают с иностранной аудиторией в плане Европы, США и прочего. Потому что менталитет в тех странах в плане художника – это просто что-то шикарное. Допустим, у вас могут взять заказ за 100 баксов. И еще докинуть вам 100 баксов просто по приколу. А в России вы такого никогда не дождетесь, ребят. В России у вас всеми способами, всеми правдами и неправдами будут пытаться выбить скидку. Потому что, ну как же, это же ручная работа, кому она нужна? Давай я куплю это за 500 рублей. Да мне пофиг на твои материалы. Ну ты че, ну продай ты по скидочке. Ну шо, ребятки, вот такие вот классненькие AirPods'ы получились. Мне, на самом деле, результат нравится больше, чем в прошломе. Потому что эти хотя бы выглядят прикольно. Да и краска вегла более-менее равномерно. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, ставь класс. А если тут будет очень много просмотров, лайков, комментариев и всего, я закостомлю iPad. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok